Я хотел бы сегодня поговорить о тех тенденциях, которые существенно влияют на позиции малого и среднего бизнеса на транспорте, как пользователей, так и компаний, которые являются сами участниками логистического рынка. Первое, о чем я хотел бы сегодня сказать, это, безусловно, рост экспортных перевозок, которые мы видим на протяжении последних нескольких лет. Это связано с объективными ситуациями изменения в экономике мировой, изменения курсовых валютных стоимостей, ну и, безусловно, с теми возможностями, которые существуют у наших, в первую очередь, производственных компаний. Малый бизнес и средний бизнес – это не только услуги, не только торговля, но и, безусловно, производство. И мы видим, что основные неокры, основные инновационные решения, которые сегодня разрабатываются и внедряются, они, безусловно, продвигаются малым и средним бизнесом, ну, может быть, за исключением военно-промышленного комплекса. В связи с этим выход на международные рынки и возможность экспортировать продукцию, которая произведена в России, невозможно без качественных логистических решений, как складских, так и, собственно говоря, транспортной логистики. И здесь сотрудничество с профессиональными логистическими компаниями, с транспортными компаниями, которые оказывают полный комплекс логистических услуг, является критично важным для тех производителей, которые хотят вывести свою продукцию на новые рынки. Что такое новый рынок? Новый рынок – это всегда требования, повышенные к тебе со стороны твоего покупателя, который тебя не знает, не знает твою продукцию. И поставка твоей пускай качественной и самой современной продукции, но либо не вовремя, либо с какими-то повреждениями, либо не в полном объеме, с не теми параметрами по партиям – это всегда риск потерять этого клиента, который, в общем-то, еще не завоеван тобой. Поэтому здесь производственные компании очень четко принимают решение для себя, с какой же компанией работать, и зачастую сейчас они делают выбор, к сожалению, не в пользу российских компаний, которые стремятся, безусловно, иметь своих клиентов, но не всегда могут обеспечить сквозной сервис не только по территории России, но и на сопредельных территориях. Поэтому развитие компетенций международных для российского логистического рынка, я считаю, является одним из потенциальных точек роста, которые будут воспользованы и использоваться в ближайшие, я уверен, много десятков лет со стороны того производственного бизнеса и сельскохозяйственного, и промышленного, который в России существует и развивается, невзирая на те сложности, которые есть. Это первый момент. Второй момент, о чем я хотел бы сегодня сказать, это, безусловно, влияние транспортных систем и самого транспорта на товарные рынки. Так как наша страна очень большая, существует несколько основных видов наземного транспорта, это автомобильный, железнодорожный, авиасообщение и водный транспорт, он в меньшем объеме используется в силу определенных ограничений. Вот что касается автомобильного и железнодорожного транспорта, то здесь мы увидели в прошлом году очень такую тревующую тенденцию и столкнулись в полной мере с ней. Значит, о чем идет речь? В прошлом году произошел серьезный рост стоимости на мировых рынках по углям, как энергетическим, так и коксующимся. И, соответственно, наши уважаемые производители углей, которые расположены в Кузбассе и в других регионах, которые присутствуют на мировых рынках, естественно, они увидели для себя дополнительную возможность продать с очень хорошим экономическим эффектом свою продукцию на зарубежные рынки. Значит, большинство перевозок данных грузов осуществляется железнодорожным транспортом в силу специфики в универсальном подвижном составе. Тот же самый подвижный состав используется для перевозок внутри страны других грузов, не только угольных, но и строительных, металлургических и иных. В итоге мы получили очень интересную картину, когда угольный рынок, имея дополнительный платежеспособный спрос, по сути, оттянул на себя очень серьезный ресурс дорожного транспорта в части вагонной составляющей, но в ряде случаев и в части пропускных способностей самих российских железных дорог. При этом произошел серьезный рост стоимости предоставления подвижного состава, и в ряде случаев этот рост стоимости был запретительным для ряда регионов и ряда отраслей. Мы увидели, что очень серьезная проблема возникла в Карелии с сегментом производства нерудных строительных материалов. Этот вопрос был вынесен на уровень правительства, и новый губернатор включился в решение этой проблемы на протяжении одного года. Обанкротилось порядка семи предприятий производственных, которые просто не могли реализовать свою продукцию, совершенно качественно востребованную в регионах потребления. Но цена стоимости предоставления подвижного состава и само наличие, оно было категорически недопустимо. С одной стороны, высокая цена и очень маленькое предложение по транспортировке. Поэтому влияние смежных рынков товарных через транспортные системы, оттягивая на себя тот или иной ресурс, по сути оказывает влияние очень серьезное на экономические процессы, которые происходят в производственных сегментах и в целых регионах. Это второй момент. Ну и третья тенденция, безусловно, это оцифровка тех процессов, которые происходят в логистике. Наверное, логистика как транспортная, в первую очередь, так и складская является тем сегментом экономики, которые нуждаются в этих процессах. И процессы автоматизации каких-то уже ситуаций, применения цифровых технологий, оно было еще до постановки этих задач на правительственном уровне. Значит, сейчас мы видим тенденцию следующую. Государство сделало очень серьезные шаги в части посыла для всей экономики страны и для производственного сегмента, и для транспортного, в том, чтобы максимально уйти в цифровой стандарт обработки данных. Со стороны правительства Российской Федерации, и сегодня об этом Конвенция по цифровой ЦМР на автомобильных перевозках, и подготовлен проект правительственного акта о внесении изменений в правила перевозок автомобильных грузов, автомобильных транспортов с использованием цифровой и электронно-транспортной накладной. Могу сказать, что это предложение было инициировано со стороны бизнеса, правительство его поддержало, и те идеи, которые были сформированы, они говорят о том, что своевременное прохождение информации и сервисов, которые может предоставить, с одной стороны, перевозчик, с другой стороны, государство, как гарант достоверности информации при планировании, осуществлении и контроле прослеживания грузов, является очень важным для потребителя. Вот буквально вчера у нас было совещание в Российских железных дорогах, и коллеги похвастались, что они буквально несколько дней назад осуществили оформление перевозки вагона роботом, без человека. То есть цифровизация на же дружном транспорте, наверное, так же, как и на авиационном, она является на сегодняшний день наиболее качественно реализованная, и автомобильному транспорту, водному транспорту, думаю, что предстоит двигаться в этом же направлении. Ну, а в итоге прийти к единой системе возможности оформления сквозной перевозки, как внутри страны, так и на международных коридорах. А сколько человек управляли этим роботом? Сколько в этом задействовано? Я не готов прокомментировать, но сам робот работает самостоятельно. Прекрасно. Эксперты рынка говорят, что расширяется география перевозок международных грузов автомобильным транспортом в России. Раньше в основном из ЕС возили в Москву, в Петербург товары. Теперь есть спрос на автомобильные перевозки, например, из ЕС в Комсомольск-на-Амуре. И именно автомобилями. Как вы думаете, это серьезная тенденция? Ее можно назвать какой-то сейчас доминирующей? Или это какие-то частные случаи, которые решили описать в прессе, рассказать об этом? Я могу сказать, что для международной компании, которая заказывает перевозку до своего конечного потребителя, безусловно, важна скорость и качество перевозки. Если это можно осуществить с использованием автомобильного транспорта и иных качественных предложений со стороны водного транспорта, либо железнодорожного, не существует, то, естественно, заказчик такой перевозки будет использовать эту возможность. И мы видим тенденцию увеличения расстояния перевозок автомобильным транспортом. Это достаточно серьезный тренд, который прослеживается в последние годы. Продолжение следует...